МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый настоящий флот на Женевском озере появился также потому, что французские и католики притесняли протестантов. Из Франции в сухопутную Швейцарию переселялись опытные мореплаватели и здесь применяли свои таланты. В Швейцарии теперь принадлежит почти две трети их части озера, за которое когда-то шла ожесточенная борьба. В наши дни соперничество с Францией носит исключительно спортивный характер. Это была очень красивая победа. Для Швейцарии это очень символично, выиграть этот кубок, потому что здесь участвуют очень сильные команды из многих стран. Я видел радость моего экипажа, и это делает меня особенно счастливым. Яхтинг – подлинная страсть жителей страны, не имеющей выхода к морю. Часто шутят, что единственная проблема, которая есть у Женевцев – парковка для яхты. В самом деле продать здесь лодку без места для стоянки невозможно. Ее просто никто не купит. Новых причалов на льмане не строят, а случайно освободившиеся места распределяют городские власти. Так что получается естественное ограничение численности частного флота. И все же движение на озере остается очень оживленным. Для контроля за ним даже создано специальное подразделение полиции. Бывают столкновения лодок на воде, бывают проблемы с дейвингистами, отдыхающие на берегу порой нарушают порядок. Много всего разного бывает. Наши полицейские отвечают за все, что происходит на воде, под водой и вокруг воды. Как и все по-настоящему швейцарское, полиция Женевы отличается хорошей технической оснащенностью, качеством работы и надежностью. Быстроходные катера позволяют стражам порядка настигать любого нарушителя, даже на самой дорогой яхте с мощным мотором. А полихачить на озере любят многие. Наша главная задача на озере – это безопасность. Безопасность людей, которые здесь находятся. В Женеве около 6 тысяч лодок и очень много людей. Особенно летом. Потом, конечно, собственно, полицейская работа – расследование. У нас немало разного снаряжения для этого. Для обнаружения и подъема затонувших предметов. Мы проводим расследование. Это главная миссия полиции Женевы. В прозрачной воде Женевского озера затонувшие предметы быстро становятся местом паломничества любителей дайвинга. Недавно в подводном парке случилось пополнение. В озеро упал двухместный самолет. Теперь группа полицейских дайверов должна его обследовать, чтобы убедиться в безопасности объекта. Специально прибывшая пожарная команда готова справиться с остатками керосина. Прибой на берегу лимана всегда остается кристально чистым. Редактор субтитров А.Семкин деловая жизнь в Женеве замирает на два часа. Обитатели офисов перемещаются в бестро и рестораны. Самые популярные заведения отличают неизысканный декор, а бумажные скатерти, теснота и невозможность найти свободное место в обеденный час. В кафе Дю Сентраль, например, нужно бронировать столик за два дня. Здесь каждый день посетители съедают центнер морских деликатесов. Мы заказываем устрицы из Франции, с Атлантического побережья, из Ларошели и Британии. Их транспортируют и хранят особым способом, чтобы они оставались свежими. Так что мы можем получать товар только дважды в неделю, и все свежее. Но, разумеется, ничего не может быть свежее, чем рыба, которую этим утром выловили прямо из Женевского озера. В бестро «Буфруш» повар готовит окуней по классическим местным рецептам. Дюжину рыбных половинок слегка обваливает в муке и бросает на раскаленную сковородку, где уже шипит сливочное масло. Эту сковородку официант выносит в зал, чтобы клиент видел – еда с пылу с жару! И только потом перекладывает на тарелку, добавляя нежной картошки, жареной по-домашнему. Это и есть настоящее женевское филе де перш, не похожее ни на что другое. Я думаю, все дело в воде. Озеро очень большое, вода стекает в него с горных вершин, которые окружают озеро. Она очень чистая. Эта вода очень отличается от воды в других озерах, я так думаю. Поэтому вкус рыбы из Женевского озера сильно отличается от рыбы из Нишателя или французских регионов. Женевский вкус – это не только еда, но и то, что следует после нее. Столица часов и банков немыслимо без дорогих сигар и сигарного короля – легендарной фигуры в мире ценителей табака – Жерара Вае. Его бутик находится в самом сердце золотого треугольника Женевы – галереи отеля «Кимпинский». Прежде чем рекомендовать какой-то сорт, здесь интересуются, откуда клиент приехал. Вы не должны упускать из виду – Россия – страна, где холодно. Поэтому люди, которые там живут, едят не то, что едят в жарких странах, пьют другие напитки и, соответственно, курят другие сигары. Однако то, что делает бизнес мсье Жерара уникальным, находится не на витрине, а за двойным кордоном секьюрити и тяжелой металлической дверью с сейфовым замком. В этом лабиринте хранятся табачные сокровища Жерара Вае и частных коллекционеров со всего мира. Многие сигары существуют в единственном экземпляре и были куплены на аукционе за невероятные деньги. То, что вы видите, это сигары ручного производства, тщательно отобранные. С Карибских островов, с Кубы, Эквадора, Гондураса, Доминиканской республики. Никаких спекуляций сейчас. Но, может быть, лет через 10, если вы захотите какие-то сигары, вы сможете найти их только у нас. Это концепция банка сигар. Он уникален. Женева – город банков. Здесь их множество. Но вы не найдете больше нигде в мире сигар. Это уникальный банк для уникальных людей. По соседству с табачным – бриллиантовый бутик «Мусаев», известный своим ассортиментом редких и баснословно дорогих камней. Его двери всегда закрыты. Кажется, мало кто может себе позволить, а жерелье с разноцветными бриллиантами больше 70 каратов. Но выясняется, что это не так. Множество людей делают спонтанные покупки. Их привлекают наши витрины. Красивые вещи в этих витринах. Бывают и сюрпризы. Например, клиенты, которые постоянно делают покупки в главном магазине в Лондоне, оказываются здесь в отеле по делам и хотят порадовать себя или близких в проверенном качестве. Летом у нас по-настоящему горячий сезон. Бриллианты разлетаются, как пирожки. Гости Женевы готовы оставлять в ней миллионы. И Женева предоставляет им возможность сделать это. Именно в городе, где решаются судьбы миллиардных сделок и целых народов,